Друзья, всем привет! Вы на канале WorkWorld и это работа в мире. Посмотрите, где я сейчас нахожусь. Какой красивый закат, какое красиво, лазурное, чистое море. Блин, я вообще как будто в раю, потому что мне все нравится. Моя жизнь стала по кайфу. Я счастливый, я довольный, я радостный. У меня есть хорошая работа, высокий заработок. Все, в принципе, сложилось максимально хорошо для меня. Но это случилось только недавно. Еще полтора месяца назад, когда я был дома, мое состояние было максимально ужасное. Я был в плохом настроении, я ничего не хотел, и это было просто максимально отвратительно. Я чувствовал себя другим человеком, не таким радостным и счастливым, как сейчас. И сегодня я бы хотел с вами об этом поговорить. Как меняется наша жизнь, как меняется наше настроение. Буквально по щелчку пальца мы можем все изменить, если мы сами этого захотим. У нас всегда есть выбор. И сегодня я вам расскажу немного о себе, о своей жизни и о том, как я изменил и меняю постоянно, регулярно сам себе жизнь. Вы на канале WorkWorld. Давайте начнем просмотр. Примерно 2-3 месяца до того, как я улетел, я находился в максимально депрессивном состоянии. А последние 2 недели до того, как я все-таки решился и полетел, были максимально ужасные. Я просто 2 недели лежал на диване и не понимал, что мне делать. Потому что новости приходили с каждым днем все страшнее и страшнее, страшнее и страшнее. Кому-то эти новости просто по барабану, но мне как будто, знаете, как будто в тюрьму меня отправили. И я находился в тюрьме и не мог ничего сделать. Хотя по факту, ну, все было иначе. Но для меня это было как тюрьма. Так вот, когда я прилетел из Израиля, примерно через пару недель закрыли границы. Все, нельзя было никуда поехать. Первое время я думал, ну и хрен с ним. Типа это там на месяц, на 2 месяца сейчас пышка пройдет и я снова улечу. Но нет, через месяц, через 2 стало все еще хуже. В России стало все закрываться. Работы, магазины, предприятия, все закрывалось. И просто даже не было работы внутри страны, не говоря уже о каких-то поездках за границу и каких-то вообще заработках. Вообще об этом речи не стало. Ну, я думаю, ну и ладно. Но потом стало все еще хуже. Когда закрыли границы и я потратил деньги, которые я заработал там в Израиле, в Корее, ту сумму, которую я откладывал, я ее потратил. Я стал поднимать в голове все знания, которые я заработал за всю свою жизнь. Те навыки, которые я отрабатывал всю жизнь по заработку. И я начал придумывать цели, планы, действия, задачи нарезал себе. И в итоге я понял, что ни за одной ниш, которую я когда-то делал, когда-то я зарабатывал в этих нишах, ни одна из них сегодня не работает. И это был просто кошмар для меня. Это как сон кошмарный какой-то. Представьте себе, всю жизнь я занимался логистикой. Ну, как всю жизнь, всю взрослую жизнь я занимался логистикой товаров из Китая в Россию. Границы закрыты. И я больше не мог заработать даже те же полторы-две тысячи рублей в день. При этом ничего не делаю, только товар перевозя за границу. Далее, я занимался ремонтом сотовых телефонов. И я мог заработать на этом в день 2-3 тысячи рублей, 4. Все зависело от спроса. И вот в один момент, когда границы закрылись, у меня не оказалось товара мне нужного. И опять-таки, я не мог оказывать услуги людям, хотя мне звонили по-прежнему и просили отремонтировать телефон, но я не мог эту услугу предоставить. И это для меня было еще одним кошмаром. Потому что, если заказывать запчасти, ну, для ремонта айфона из Китая, это нужно было и не через Дальний Восток везти, а через Москву. Плюс все эти задержки, и это такая боль. То есть, товар бы мне шел 2 месяца, представляете? Ну, я думал, к тому времени уже границы откроют, и мне этот товар не понадобится. Но его не открыли. Итак, дальше я еще мог заниматься доставкой автомобилей из Японии и перепродажей их. Объясню, в чем выгода. Есть люди, которые хотят здесь и сейчас. Вот им нужна машина из Японии прямо сейчас. Они плюс не хотят рисковать, не хотят кота в мешке получить. Хотят просто увидеть своими глазами тот автомобиль, который хотят купить, и его купить, в принципе, за наличку. Нечего ждать. Просто приехали, посмотрели, купили, уехали на нем. Я тот человек, который на этом зарабатывает, и я могу ждать и буду ждать. Но из-за того, что повысился курс, из-за того, что в Японии начались проблемы с производством автомобилей, из-за того, что японцы перестали ходить на работу и, соответственно, пользоваться автомобилями, соответственно, покупать новые и продавать свои старые, этот рынок встал немного. И плюс курс доллара повысился, соответственно, и курс, там, что у них там, иены тоже повысился. Соответственно, машина, которую бы я, там, полгода назад привез бы за миллион, сейчас уже стоила бы миллион триста. Соответственно, люди, зная, что она стоила миллион, не будут покупать ее за миллион триста. Они будут ждать. И эта ниша для меня тоже закрыта. Соответственно, все ниши, в которых я мог заработать денег, закрылись в один момент. И самая главная ниша, которая закрылась, это работа за границей. То есть я мог поехать в Корею, заработать, там, 200 тысяч рублей, привезти в Россию и жить три месяца, ну, на эти деньги. Но в один момент это все перестало для меня существовать. И представляете, какая депрессия у меня? Ну, я думаю, ладно, ничего, ничего. Есть же работа, у меня есть машина под боком. Я устроюсь на какую-нибудь работу и буду на машине зарабатывать эти деньги. Машина у меня без номеров, поэтому максимум, куда мне можно было устроиться, это курьером. И сейчас я объясню вам, вы и так, наверное, знаете без меня, сколько получают в России люди, еще раз. Итак, если бы я устроился курьером, работал с 10 до 10, выполнил примерно 15 заказов, я бы получил 1800 рублей. Из них на бензин я бы потратил 600 рублей, потому что город небольшой и доставка была бы, ну, совсем минимальная. Вот. А может быть и 800, соответственно, 1000 рублей я бы заработал за день. 1000 рублей, но при этом я бы не пользовался кондиционером, была бы лютейшая жара, плюс никто мне масла бы, там, какие-нибудь запчасти походовой, никто бы не добавлял. А, ну, соответственно, я же делал какой-то километраж, и масло тоже расходуется. И, то есть, к этой 1000 можно еще приписать расходов, там, на 300-400, ну, ладно, на 200-300 рублей. Там то масло, то резину поменять раз в год, ну, сами понимаете, да? И плюс у меня машина за миллион 200 тысяч рублей, на которой я буду возить пиццы, и с которой я буду зарабатывать с этой машиной, еще тратя свое время. 1000 рублей. Я просто, вот, после осознания вот этой жопы, то, что происходит в России, какое ценообразование зарплат, я просто две недели сидел, лежал, не мог есть, спать, жить. У меня просто голова вся была наполнена проблемами, и я вообще не знал, что мне делать. И я просто не понимал, что происходит. У меня как будто все было парализовано, и я лежал на диване. Я пытался накидать все цели, задачи, но осознавая всю эту суть, да, я просто не понимал, что мне делать. И только потом, когда я уже потерял все силы, мне предложили полететь в Сочи. Цена риска полететь в Сочи была примерно таковой. 20 тысяч рублей на билет с Дальнего Востока до Сочи, потому что сезон, коронавирус, все хотят заработать на этом, в том числе и авиакомпании. Далее, квартира. Примерно на Авито я прикидывал цену 45 тысяч рублей в месяц. Мне сказали, что здесь сезон, здесь есть работа, здесь можно заработать, но не сказали, где, в какой области и сколько примерно по заработку. Поэтому, соответственно, я как бы прикидывал, что можно зарабатывать, да, там 50-60 тысяч. Там каким-нибудь коленчиком, еще кем-то. Но по факту я же не знал, сколько можно зарабатывать. Так, то есть есть момент риска. Приехать, отдать 50 тысяч рублей, 60 тысяч рублей. Еще плюс, если не выстрелит эта вся история. Потратить на обратный билет 20 плюс еда, того 100 тысяч рублей за месяц. Либо второй вариант. Приехать, найти работу, устроиться, начать зарабатывать. И что-то с этого получится, и поменяется как-то жизнь. И вот, друзья, я в Сочи, и моя жизнь действительно поменялась. Я зарабатываю очень хорошие деньги, живу нормально, купаюсь на море. Сейчас временами плюс 35 погода, все круто. И посмотрите, какие у меня закаты, какие прекрасные виды. И как вообще радуется глаз такой жизни, когда ты смотришь на это. И я хочу сказать так, я не просто здесь живу и смотрю. Я хожу там в Мандарин, в Чехану, кушаю, гуляю, там езжу. Скоро поеду там, не знаю, в Абхазию. И я купаюсь на море, плаваю, загораю. Блин, и моя жизнь стала максимально крутой. И сейчас я вам расскажу немного о своей работе, которую я нашел, сколько я буду зарабатывать. Я прилетел в Сочи в середине лета, в самый пик потока людей после отмены ограничений. И в течение 4 дней искал подходящую работу, чтобы и не сложно, и по зарплате выходило нормально. Был вариант либо работать на дуктуке, либо на прокате техники или администратором. Кто-нибудь работал вообще на каких-нибудь из этих вакансий? Поделитесь в комментариях. Все эти вакансии по заработку примерно одинаковые, но степень ответственности и загруженности разные. Решил устроиться все-таки администратором по обслуживанию пляжа Рэдисон. Если вкратце, то с утра мы считаем количество товара, затем браслеты, которые будем вешать на руки. Ну и все, работа в принципе начинается. Нужно делать обходы, обелечивать людей, располагать на территории пляжа. Несложно. Зарплата хорошая. В солнечные дни старт от 3,5 тысяч рублей и далее. Так вот и начинается мой день. Шезлонг в зону, шезлонг. Сейчас надо идти и обелечивать людей, которые пришли и не заплатили на нашу кассу. У меня тут также размен. Сейчас я их буду обелечивать. За каждый такой выход можно тысяч по десять собирать. Ну это естественно не мне в карман, в кассу. Сейчас пока еще пляж пустой. Время там не знаю, 8.30 где-то. К 10 тут все будет битком. Это у нас открытие пляжа. Еще никого нету, людей нету. Восемь часов утра. Пару человек. Сейчас буквально пройдет три часа. И вы видите, как изменится пляж. Даже не три, а два. Давайте посмотрим. Все пляжи забиты битком, так как вся Россия слетелась в Сочи. И людей очень много, что не хватает мест. Люди в особо жаркие дни чуть ли не лежат друг на друге. А между прочим, вирус никто не отменял. Но почему-то я не видел, чтобы кто-то болел из нашего персонала. Хотя там где-то в Китае чуть ли не падали в присмерти от этого вируса. Прямо в торговых центрах. Как вы считаете, существует ли вообще этот вирус? Напишите в комментариях. Я буду читать абсолютно все. Фу, единственное, что спасает. А тут вот эта комната отдыха с кондиционером. Он дует на 23, но здесь так прохладно, хорошо. Сегодня было очень жарко. Наверное, 34 градуса. И я прям поджарился. Это очень-очень-очень хорошо. С учетом того, что я подряд 6 дней отработал. И все 6 дней я жарился. Вот. И поэтому сегодня было очень тяжело. Но нормально. Завтра выходной, кстати. Вечером, в самом конце смены, мы делаем подсчеты. Сколько продано браслетов, кепок, шапок, тапок, кремов, воды и так далее. Сводим дебет с кредитом и делим между собой процент из продажи. И сворачиваем лавочку. Сам рабочий день длится 11 часов и 1 час обеда. Еще больше информации я вам выложу в следующем ролике про эту работу. Да и вообще сравнение с другими работами. Чтобы вы для себя смогли сделать вывод насчет того, чтобы летом возможно поработать в России, заработать на отправление в Корею или в Израиль и в сентябре-октябре выезжать в Корею. Когда там начнется сбор урожая, закрытие строек, уборок теплиц и установок солнечных батарей и так далее. А в Израиле самое лучшее время для работы это зима. Так что, друзья, в описании к этому ролику вы увидите ссылку на мой инстаграм. Подписывайтесь и задавайте любые свои вопросы по поводу трудоустройства и отправления в Корею или в Израиль. Я всем отвечаю именно там. Фу, все, друзья, сегодня был просто нереальный какой-то день. Мы сделали кассу 180 тысяч рублей. А это, между прочим, каждому администратору по 4 тысячи рублей полагается его зарплата. Это помимо всех бонусов, которые могут еще сверху прилететь. Но о них чуть позже. И вообще, в принципе, я чуть позже вам обязательно расскажу в следующем ролике о своей работе. Прямо все подробненько. Кем работаю, сколько зарабатываю, сколько дней в неделю работаю. Все-все-все-все-все по полочкам вам разложу. В принципе, как вы любите. Но сегодня единственное, что могу сказать, что я отработал 6 дней на этой неделе. Отработал, в принципе, на этой работе целый месяц. Сегодня мне дали еще также зарплату за отработанные 15 дней. Вот вышла вот такая вот котлетка. Очень хорошая. Тут и соточки, и тысячи. Вот. И завтра у меня будет единственный выходной на этой неделе. И я планирую провести максимально офигенно. Поехать на джип-туре в Абхазию. Посмотреть новую страну или полустрану. Я так и не понял, что это за страна такая, у которой нету флага. Когда в WhatsApp или в Instagram пишут, не выдают флаг. Ну да ладно, в принципе, я надеюсь, что я проведу этот день максимально офигенно. И вам покажу, как можно отдыхать, если вы приедете вдруг в Сочи на работу, к примеру. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Напишите любой комментарий. Можете спросить меня о чем угодно. Я все комментарии читаю. Ну и все, друзья. Хорошего вам дня. И спасибо за просмотр. Пока. А, кстати, друзья, хотел вам немножко заспойлерить следующее видео и сказать вам, какая все-таки у меня зарплата. Смотрите, на этой работе можно зарабатывать за выход в смену от 1800 рублей. То есть, если погода, прям вообще грязь, дождь, слякоть, снег, град, 1800 за выход. А дальше уже от количества людей, посетивших пляж. То есть, это и 1800, и 2500, и 3500, и 4, и 5, и 6. И дальше там в космос уходит зарплата, если, конечно, делать космические деньги для нашего, ну так, для нашей кассы. То есть, все зависит от количества людей. И самое, что мне нравится, что можно работать каждый день, тебя могут каждый день выставлять в график. Так что, друзья, следующее видео будет максимально интересным. А потом еще следующее видео будет интереснее, потому что будет видео с Абхазии. Ну все, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok